Квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры – неотъемлемая часть школы будущего. По всей стране начали внедрять региональный проект «Современная школа», который входит в национальный проект образования. На Ямале откроются 10 центров образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Один из них и в Муравленко. Татьяна Бойко с подробностями. Четвертая школа стала центром образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Даст возможность школьникам учиться не только в ногу со временем, но и опережать его. Мы одна из 10 площадок, которые будем реализовать этот проект в нашем регионе. Направлен на развитие у детей таких компетенций, как сейчас модно говорить, хард-компетенции, софт-компетенции. Надевая шлем виртуальной или, как еще называют, дополненной реальностью, ученик может попасть реально на производство. И учиться управлять теми процессами, которые, допустим, не позволяют нам проводить в условиях школы, школьного кабинета. Квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры. Еще несколько лет назад об этом можно было только мечтать. Теперь с помощью технологий будущего сидя за партой. Благодаря живой 3D-метке ребята смогут, к примеру, рассмотреть в деталях и понять принцип работы двигателя внутреннего сгорания. Или увидеть, как устроена паровая турбина. Дополненная реальность в нашей школе не новинка. Мы с прошлого года начали реализовывать проект по дополненной реальности. И активно используем его не только в основной школе, но уже начиная с начальной школы, где учащиеся работают с живыми 3D-метками, 3D-маркерами в программе дополненной реальности. В этом году мы планируем ввести уже в шестом классе более подробно, когда дети будут самостоятельно учиться, разрабатывать приложения виртуальной дополненной реальности. Новые методы обучения будут реализовываться в трех предметных областях – технологии, информатике и ОБЖ. Еще будет работать проектная площадка для каворкинга и игры в шахматы. Для воплощения проекта в жизнь разработаны новые современные образовательные программы. Кабинеты оснащены по последнему слову техники. Центр обеспечит 100% охват учащихся 4-й школы, а 70% школьников смогут заниматься во внеурочное время. Педагоги уверены, желающих будет немало, но УХАУ обязательно заинтересуют современных школьников. Современные требования современного производства, современной жизни, они уже не требуют, например, традиционных технологий, которые мы изучали на уроках технологии. То есть деревообработка, металлообработка и так далее. А сейчас уже в нашу жизнь входят такие, например, системы, как, допустим, обработка материалов с ЧПУ, с числовым программным управлением, например, 3D-моделирование. Учителя технологии, информатики и ОБЖ будут преподавать как в урочное, так и в неурочное время. Все они прошли обучение и готовы свой опыт и умение передавать школьникам. До старта проекта осталось совсем чуть-чуть. 20 сентября по всей стране торжественно откроются площадки «Точек роста». Татьяна Бойко, Антон Иванов, Петр Хаджаев. Новости Муравленко.